Добрый день, уважаемые друзья! Фестиваль сегодня, у нас второй день показан. Особенность этого фестиваля в том, что он имеет уже 20-летнюю историю. Первый фестиваль был проведен в 1995 году, и после него организаторы фестиваля твердо решили больше никогда таких фестивалей не проводить. Потому что это очень тяжело. Это фильмы, которые сделаны не для фестивалей, не для публики, такой у нас уже, к сожалению, широкой, которая не привыкла думать, а приходит в кинотеатр. Я называю это дети попкорна, поколение попкорна. Это для этих фильмов о другом. Это фильмы о человеке, о его попытках ощутить себя, кем он является на этом свете, почему он здесь, зачем он здесь, почему что-то так происходит, а почему не так происходит. Это фильмы для людей, которые хотят думать и хотят анализировать жизнь вокруг себя. Важно, чтобы наше молодое поколение знало, что было до них, пусть за два поколения до них, чтобы, не дай бог, такие вещи не повторялись. Не может быть ничего страшнее. Холокост – это страшно, это одна нация, условно говоря, уничтожает, преследует, уничтожает другую нацию. Но здесь еще фильмы о том, как свои же уничтожают своих. Это миллионы, миллионы погибших в лагерях, исковерканные судьбы. Изуродованная жизнь, если кто-то и выжил, а сколько не выжило. Мы же знаем о миллионах погибших только, которые погибли в лагерях. А сколько после лагерей сразу, прожив полгода или год, или там три года, или просто исковерканная судьба. Вот это важно. Эту историю ребята должны знать. Из истории мы знаем, как иногда говорят, история учит только тому, что ничему не учит. Так вот, из истории мы знаем, что первые репрессии обрушились даже не на казачество, даже не на служителей культа, или не на военных. А первые репрессии обрушились на краеведов. Многие этого не знают. Потому что не нужна история до того. Те, кто ломают историю, они считают, что история начинается только с них. Не надо знать. Если ты будешь знать корни, ты будешь знать происхождение, ты никогда не смиришься с этой диктатурой, с этим нарушением твоих элементарных прав. Вот мы хотим, чтобы молодежь знала о том, что любая диктатура приводит к нарушению их прав.